Восстановить не повредив задачи реставратора. У ивановских специалистов в этой области новая сверхсложная задача. Придать первозданный облик памятнику культуры федерального значения нынешнему зданию областной думы в начале 20 века особняку фабрикантов Маракушевых. Конкурс выиграла компания Иванова реставрация. Аукцион был жарким за право восстанавливать здание. Боролись профессионалы из других регионов. Ивановские мастера обещали воссоздать первоначальный облик строения быстро и относительно недорого. С метапроекта 6,5 миллионов рублей. Это здание реставрировалось не так часто. Первая реставрация была в 60-70-е годы. Потом реставрация происходила уже в 80-е годы. Это где-то через 10-15. Большая тоже была реставрация. Эта реставрация была, когда была оба с полком здесь. И потом уже реставрация происходила лет 15 тому назад. Делали только фасад. Кованая ограда сохранилась еще с царских времен. На ней присущие стилю архитектора Шевикова победные венки. Ту ограду, что окаймляла дом, сейчас реставрируют. Восстанавливают и лепнину на фасаде. Из-за времени осадков часть ее стерлась буквально в пыль. Фрагмент изображения людей на одном из эркеров. Вот мы видим, что на левом эркере он присутствует полностью сохранившийся, а на правом его полностью нет. И для того, чтобы его воссоздать, мы снимаем модель с сохранившейся части, предварительно ее полностью расчистив. По ней мы отливаем форму и заливаем уже этот декоративный элемент. Воссоздаем его и восстанавливаем уже на фасаде непосредственно. Это здание пожалело время, но не пожалели люди. На стенах установлены кондиционеры и небрежно протянуты провода. Совершенным облик не будет даже после реставрации. Фирма выиграла аукцион только по восстановлению главного здания. Хотя, сетуют реставраторы, хорошо бы восстановить ворота, фонтан перед эркером, несколько подсобных зданий комплекса. Рабочие сбили три слоя краски, обновили окна. Дуб, из которого сделаны наличники, серьезно подгнил. Какой вид приобретет здание, видно уже на одной стене. Тщательно подобран голубой цвет, характерный для стиля дома. Архитектор строил особняк, смешивая неокластицизм и модерн. После расчистки мы отремонтировали все сохранившиеся штукатурные слои, укрепили инъекционными составами стены. Дальше мы восстанавливали декор, разрушенный путем новых отливок и частично разрушенный путем догипсовок уже непосредственно в фасаде. Это что касается лепного декора. Затем мы расчистили окна от старых закрасок и красим их уже новыми составами. Сейчас дом скрыт за лесами и строительной сеткой, но уже к августу он предстанет перед ивановцами во всей красе. Реставрационные работы будут закончены. Детище архитектора Шевякова больше чем через сто лет вновь заблистает. Классика всегда современна.